Я сегодня хочу оттолкнуться, кто не знает, давайте я скажу, в новогоднюю ночь, мы всегда, вот у нас в церкви мы так завели, всегда принято, я молюсь как пастор, и я понимаю о том, что у Бога всегда есть ответы, у Него есть ответы, Бог приходит с ответами. И если этот год, 2022, друзья, в прошлом году мы сказали, что это будет год благодарения, так я вам хочу сказать, я таки благодарен Богу за этот год, я вам рассказываю, для меня это год неимоверного духовного роста, личностного роста, я повзрослел, конечно, это смешно говорить, 46 лет, но я повзрослел, я реально повзрослел, я начал смотреть многие вещи, о которых я знал, я начал ими жить. Я рекомендую каждому из вас, кстати, друзья, хорошая штука, когда ты знаешь много, а потом еще начинаешь жить, ты понимаешь вообще, что ты ничего не знал. Я теперь понимаю апостола Павла, когда он говорил о том, что я наименьший из апостола, вы знаете, когда он это говорил? В конце своего служения. Он говорит, я теперь знаю, что я вообще ничего не знаю. Поэтому это хороший был год, но я также понимаю о том, что целый год войны, 300, сколько, 17, сегодня уже дней войны, или сколько там, 317, по-моему, мы уже со счету сбились, да? До 100 я еще как-то считал, потому что это короче. Вот, 317 или какой-то день войны, я понимаю о том, что Бог что-то хочет сегодня делать, Он хочет делать, Он хочет говорить и так далее. И я перед Новым годом молился, я говорю, Господи, ну о чем будет этот год? И всегда это интересно, я никогда его не тороплю, начинаю молиться где-то в сентябре, каким будет Новый год, и где-то, скажу так, где-то в середине декабря, в сентябре, а как, что? А, что же вы, заранее надо готовиться? Это очень сложно. Давай я тебе поделюсь одной тайной со всеми и тобой. Ром, смотрите, все, чем мы не управляем в этой жизни, однажды становится неуправляемым, а впоследствии начинает управлять нами. Поэтому лучше молитесь, начиная с сентября. Заранее. Вот как-то заранее. Хотите поступить в университет? Начинайте готовиться к этому за пару-тройку лет. А родители пусть готовятся с момента рождения. Ну, я имею в виду финансово, тогда проще поступать будет. Вот. Так вот, к чему я веду? И где-то в середине декабря Бог так, знаете, четко в сердце дал ответ. Говорит, я вот об этом. И кто не знает, в следующий год, вот этот 2023 год, это год в нашей церкви. Это год Божьего присутствия. Знаете, так интересно, я слушал тоже некоторых других пасторов. Они говорят, что для их, ну, они для себя принимают, что это год Духа Святого. Ну, в принципе, это одно и то же, по большому счету. И я понимаю, что это действительно уникальный ответ Бога. То есть, смотрите, есть, вот давайте так, есть война, есть страна, на которую напали, и которую терроризируют и кромсают, по сути, каждый день. Есть мир, который тоже сегодня, есть красивое украинское слово, потерпая, ведь всей войны, весь мир, на самом деле, поверьте, весь мир потерпая. Сегодня среднестатистический американец стал съедать, друзья, на один гамбургер меньше в неделю. И это трагедия. Вы понимаете, у них бензин поднялся там на 30 центов. Это не серьезно. Вот, к чему я веду, друзья, весь мир, на самом деле, поверьте, цепануло. Может быть, вам кажется, это смешно, я пошутил, но мир цепануло, друзья, это война. И что Бог может дать? То есть, как ответить? Конечно, нам по-человечески кажется наилучшим ответом на проблему войны в Украине, что было бы? Победа. Но вы знаете, это очень просто, потому что, я вам скажу так, если сегодня бы вдруг нам Бог подарил эту победу, я вам гарантирую, мы бы ничего не поняли. Мы бы так ничего и не поняли. Мы бы по-прежнему сидели такие и говорили, а что, где Бог? А что, а как, где? Мы бы Рождество праздновали. Да какая разница? А оказывается, есть разница. Оказывается, во многом есть разница. Так вот, год Божьего присутствия. Я верю, что сегодня инструмент, с помощью которого Бог отвечает на вызовы года, с которым мы столкнулись, друзья, это и есть его присутствие. Вы знаете прекрасно, что одно мгновение в Божьем присутствии лучше тысячи лет. Вы даже себе не представляете. Тысяча лет. Вот возьмите тысячи лет, и псалмопевец пишет, что одно мгновение всего лишь в его присутствии. Одно мгновение, это лучше, чем это тысяча лет. Поэтому сегодня, в этот год Божьего присутствия, я бы хотел, то есть целый год мы будем говорить с вами, мы будем погружаться, мы будем практиковать, мы будем учиться пребывать в Божьем присутствии. Что я обнаружил? Знаете, я обнаружил, друзья, смотрите, простая вещь. Кто из вас попадал там рядом или под бомбардировку, под обстрелы, или рядом где-то были недалеко, но вот так вы нормально их слушали в этом году. У кого-то получилось так? Получилось. И да, Вова улыбается, говорит, там где-то там было вдалеке, да? Чуть-чуть. Нет, нормально было. Скажи, седых волос добавилось серьезно. А я думаю, чего все военные стрягутся на лысо, они же седые. Седые уже. Так вот, к чему я веду? И знаете, что я обнаружил? Много верующих людей в этом году, послушайте, я хочу, чтобы вы поняли, я никого не хочу сейчас обличать, я просто хочу, чтобы мы поняли с вами, мы должны сталкиваться с реальностью, и мы не можем от нее отворачиваться и делать вид, а не-не-не, все нормально, а-ля-ля-ля, все хорошо. Нет. Нет. Знаете, что я заметил? Многие военные, когда они попали под бомбежки, многие верующие, когда попали под бомбежки, они вдруг стали неверующими. Знаете, помните, как этот отец сына говорит, Господи, верю, только ты помоги моему не верю. Вот я верю и не верю. Говорит, я вот тут верю, а вообще уже не верю. На самом деле, друзья, многие из нас мы столкнулись с серьезным вызовом. Как называется этот вызов? Вы знаете, когда, приведу вам такую картинку, нарисую, когда Моисей, хочу, чтобы вы сейчас понимали, что этот человек реально, вот действительно, он тоже с этим столкнулся. Моисей, когда встретился с Богом, и Бог ему сказал, что я хочу, чтобы ты пошел обратно в Египет, и ты вывел оттуда мой народ, Моисей начал калькулировать всю вот эту картину. Он понимает, так, за убийство египтянина меня там как минимум ожидает смертная казнь. Раз. Раз. Второе. Выступить против фараона, это тебя еще и утопят после смертной казни, а потом четвертую ты повесят. А еще, говорит, как объяснить моему народу, который 400 лет в Египте, и который думает о том, что я за египтян вообще-то. Вы понимаете, Моисей все это сложил, и что он говорит Богу? Он говорит, они меня не послушают. И вот тут Бог говорит, скажи им, что я тебя послал. И дальше он говорит, я буду с тобой, и так далее. И вот я понял, Моисей, он вдруг осознал, что рядом с ним идет Бог. Почему Моисей вышел? Потому что он понял, что с ним Бог. Если бы Моисей не понял, что с ним Бог, я вам гарантирую, он бы никуда не пошел. Я точно бы, ну вот я точно, я не Моисей, но я бы точно никуда не пошел. Я всегда говорю, Господи, если ты со мной не пойдешь, то куда я пойду? Ну как? Ну да не, ну перестань. Ну это же смешно. Вы понимаете, и что обнаружила война, что она вывела? Она вывела, что многие верующие, еще раз говорю, по факту мы оказались такие, ну, как бы не очень. Как бы не очень. Знаете, решение, кто из вас принимал во время войны решение? А кому потом было стыдно некоторым за свои решения? Было? Было. А кто потом понял, слушай, так я же не посоветовался с Богом о своих решениях. Было? Было. Многие из нас, друзья, вы знаете, мы шли с Богом так, знаете, примерно, ну, я иду по одной, а ты по другой стороне реки. И где-то так, привет, там, как дела? Иногда переглядываемся, перемихиваемся, перемахиваемся рукой. Но Бог хочет, Он говорит, я хочу, чтобы мы шли рука об руку. Бог хочет, чтобы мы научились ходить с Ним рука об руку. Вопрос. Изменит ли это ситуацию коренным образом в нашей жизни? С одной стороны, во внешнем мире, возможно, и вообще ничего не изменится. Но внутри изменится все. Внутри изменится все. Поэтому я верю, что сегодня вот этот момент Божьего присутствия, или год Божьего присутствия, научиться ходить вместе с Богом, друзья, это на самом деле, это по-настоящему Божий ответ. Божий ответ. Не так давно, там, на одном христианском канале, как-то они пригласили и спрашивали, приглашаются, спрашивают служителей, чем занимались там в начале войны. Я говорю, ну, мы там эвакуировали людей. И вот ведущая задает вопрос, а вы не боялись возвращаться к Киеву? А я такой, и знаете, проигрываю назад. Признаюсь честно вам, друзья, вот я вдруг понимал, понял, осознал, я не успел об этом подумать. Вот я как бы начал об этом задумываться тогда, когда она мне уже этот вопрос задала спустя 9 месяцев. А тогда я как-то о нем не задумывался. Почему? Я начал думать, задавать себе вопрос, а почему я об этом не задумывался? Сказать по правде, потому что у меня внутри, вот когда ты с Богом, у тебя такое, знаете, классное ощущение. Вот кто переживал когда-нибудь Божье присутствие? Понимаете, о чем я говорю? У тебя внутри, тебе так хорошо, тебе так классно, и тебе кажется, что вот мир, он вокруг, он другой на самом деле. Он ведь на самом деле какой-то другой. Поэтому, друзья, год Божьего присутствия, об этом мы будем говорить. И если вы прослушаете, или кто слушал слово новогоднее, я там привел пример апостола Петра. Помните, апостола Петра, Иакова, Иоанна, Христос берет с собой на гору преображения, и написано, он преобразился перед ними, изменился. То есть, они увидели Божье присутствие, они увидели Божью славу. И знаете, что выдает Петр? Вот честно, ну, наверное, в самый лучший момент времени никто бы из вас не додумался. Петр выдает. Говорит, давай бросим все, сделаем три палатки и будем тут жить. Вы понимаете, это человек, у которого жена, дети, бизнес, теща. Он именно поэтому уже поперзал. Да, я знаю. Знаете, кто-то сказал, говорит, за что Петр предал Христа, он исцелил его тещу. Отрекся от Христа, это шутка, конечно. Это неправда, все было не так. Хотя, что-то в этом есть. Не, ну, я глядя на свою тещу, могу сказать, нет, точно не поэтому. Так вот, что я хочу сказать, друзья. Представляете, Петр говорит, давай мы все оставим, давай все забудем, будем теперь здесь жить. Знаете почему? Потому что Божье присутствие, друзья, это такое состояние, это даже не субстанция. Это такое состояние, которое ты не можешь ни с чем сравнить на этой земле. Вот знаете, возьмите любое слово из словаря всех народов, самое классное, самое лучшее, самое приятное найдите. И оно не сравнится с тем, что есть Божье присутствие. Знаете, я такой на злобу дня думал, какой пример вам дать. Вот смотрите, возьмите, сложите все вместе калибры, кинжалы, сверхзвуковые, гиперзвуковые ракеты, 7, 5, 8 махов, атомные бомбы, водородные бомбы, все атомные станции мира. Возьмите, соедините в одном месте, жахните это по-хорошему. И я вам хочу сказать, это меньше одной многомиллиардной процента того, что несет в себе Божье присутствие. Вы понимаете, что Божье присутствие, это, еще раз говорю, это не субстанция, это состояние, это присутствие, это атмосфера, это реальность. Вот, правильно слово сказать. Это реальность, в которой все по-другому совершенно выглядит. Совершенно по-другому выглядит все. Ты начинаешь видеть и понимать, что все не такое, какое оно есть на самом деле. Я вам прочитать хочу пару мест из Писания, из Библии. Вот давайте прочтем одно место из Писания. Исход, 33 глава, с 19 стиха. Это история, как Моисей попросил Бога и говорит, Господи, я хочу увидеть Тебя, я хочу встретиться с Тобой, я хочу пережить Тебя, я хочу пообщаться с Тобой, знаете, лицом к лицу. И вот смотрите, что говорит Бог. И сказал Господь Моисею, я проведу перед Тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею. Видите, что такое присутствие несет? Милость, жаление. И потом сказал он, лица моего тебе не можно увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. Знаете, когда взорвалось, это ужасно, конечно, только пример жесткий, но вы поймете, когда взорвалось Хиросиме и Нагасаки, впервые взорвалось в истории человечества атомные бомбы, там погибло очень много людей. Но, знаете, кто-то говорит, от людей ничего не осталось. Вы удивитесь, но там есть одна стена, она до сих пор есть, может кто-то об этом слышал или видел. Стена, на которой людей не осталось, но световым потоком запечатлела, и там тени остались на стене. Тень человека. От человека не осталось ничего, его испепелило. Даже пепла не осталось. На ступеньках тени остались. Так вот, послушайте, друзья, этот взрыв испепелил все, но даже тень осталась. А он говорит, ты не можешь вообще. Его присутствие, друзья, это настолько испепеляющая субстанция. Еще раз говорю, соедините все атомные станции мира вместе, АЭС, взорвите их, и это все равно очень мало. Божье присутствие настолько сильно. Знаете, мы будем говорить в этом году об исцелении. Почему Бог исцеляет? Да потому что немощь и болезнь, смерть, она не может выстоять в его присутствии. Вы понимаете? В его присутствии она не может выстоять. Она не имеет власти. Я расскажу вам историю, потом как-то, может быть, будет делиться. Был такой один проповедник, Дитрих Банхофер. Может быть, кто-то слышал. Это он родом сам из Вроцлава, польского города. Но во времена Гитлера он был проповедником. Он тот, который открыто выступил против фашизма. И в конечном итоге его повесили, по-моему, там или расстреляли, не помню. Короче, убили. И вот, знаете, фашистов злило очень сильно то, что они ему кричали, что они убьют, а он им улыбался и рассказывал о Боге. Вот, понимаете, они его уничтожили даже не за то, что он был против, а за то, что они не смогли его сломать. Они не могли понять, как поломать человека. Ну, как его разломать? Они же хотят, вы понимаете, смерть, дьявол то, что хочет. Он же не просто хочет убить человека, а он хочет сломать его изнутри. Вот если вы замечали, он всегда ломает изнутри. Он вначале приходит с страхом, а потом уже убивает тело. Но он говорит, невозможно убить. Почему? Когда в тебе живет Бог, когда у тебя есть Его присутствие, невозможно уничтожить. Вот почему Христос, когда Он висел на кресте, друзья, Он смотрит на людей и говорит, Господи, прости им, Отче, прости им, потому что они не знают, что они делают. То есть любовь настолько велика, когда ты переживаешь Божье присутствие. Вы знаете, что волновало Христа по-настоящему на кресте? В тот момент, когда Бог его оставил. Помните, Он говорит, Отче, для чего ты оставил меня? Его не волнует, что у него руки пробиты. Его не волнует, что он весь растерзан и умирает. А его волнует одна вещь. Почему ты оставил меня? Я хочу сказать, дорогая церковь, братья, сестры, дети Божьи. Я хочу вам сказать, почему нас сегодня с вами волнует больше, чего у нас с вами нет. Почему нас с вами волнует сегодня больше, где мы живем, как мы живем и так далее. А нас меньше волнует то, что иногда мы оставляем Его. Мы перестаем жить в Его присутствии. И сегодня, поэтому я хотел бы поговорить с вами. Я не знаю, можно еще тут, давайте еще прочитаем, еще дальше. И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукой моею, пока не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе. Вы понимаете, Он говорит, ты не можешь посмотреть в мое лицо, остаться живым. Он говорит, ну просто, чтобы ты понял, о чем идет речь, ты хотя бы сзади посмотришь на меня, чтобы остаться тебе в живых. Вы понимаете, насколько это сильное было явление? Насколько это нереалистичная атмосфера? Давайте я попробую еще с другой стороны вам объяснить. Кто из вас слышал такое словосочетание или фразу, адронный коллайдер? Кто слышал? А кто знает, что это за штука? Это такое, друзья, называется, это тороидальное кольцо. Это электромагнитное кольцо, которое, друзья, было построено на территории, если не ошибаюсь, четырех или пяти европейских стран. В радиус, это половина этого кольца, она, по-моему, около 40 километров. Это кольцо, его строили много лет, прокопали туннели. Для одной всего лишь вещи, слушайте, там разгоняли частицы и сделали столкновение. Разгоняли их там выше скоростей света и так далее, для того, чтобы обнаружить, всего лишь найти, не только теоретически, а физически обнаружить одну частицу, которую назвали именем человека, который ее как бы обнаружил, открыл, доказал, что она может существовать теоретически, бозон Хиггса. Ее еще называют божественная частица. То есть при сумасшедшем столкновении вот этих потоков образоваться должна была одна частица, и они говорят, что это она микро, там микро, мили, 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 совсем там частица. Ее невозможно обнаружить так человеческим глазом. Это всего лишь одна частица Бога. Этот адронный коллайдер долго не запускали. Знаете почему? Потому что они говорят, если от одной, ну если вселенная, ну все, образовалось от Бога, вы понимаете, что мы можем такую штуку замутить? Как оно жахнет? Люди выступали против этого. В итоге они все вычислили, запустили, бахнули и обнаружили, что такая частица есть. Микроскопическая. А теперь на секундочку, друзья. Эта микроскопическая частица содержит в себе достаточной энергии, чтобы развалить всю землю. Так это микро, микро, микроскопическая частица Бога. А что если, друзья, мы встречаемся с Богом всемогущим, который состоит из триллионов таких частиц, вы понимаете? Его присутствие приходит в твою жизнь. Вот почему он говорит, ты не можешь смотреть на меня и остаться в живых. Ты не можешь этого делать. Знаете, такой, послушал эту проповедь, думаешь, нет, так что там говорят русские, вторая армия мира? Да ничего, они там вообще пролетают походу. Друзья, Бог вот настолько велик. Вся Библия вообще-то об этом говорит. Мы читаем в книге Псалмов, мы читаем в книге Псалмов, друзья, Псалом 96, пятый стих. Написано, горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Горы, как воск, тают. Видели когда-нибудь, вот, воск попробуйте кинуть в костер, наверное, вот и все, расплавился. Смотрите, горы тают, как воск, от лица, то есть от Божьего присутствия. И кто-то скажет, так, а где, как, где это Божье присутствие, давайте мы его туда на передовую. А как его туда отправить, а ну-ка скажите ко мне. С человеком, так никто не хочет ехать. А знаете, почему не хочет ехать? Потому что, друзья, давайте будем честными, мы сами его очень редко переживаем. Мы не так часто его переживаем, вы понимаете? Мы переживаем о многом, а не переживаем о том, чтобы переживать это присутствие. Переживать его, жить в нем, находиться в нем. Вот, вот, знаете, двигаться в нем, быть в нем, пребывать в нем, наполняться им, насыщаться им, вдохновляться, обнаруживаться в нем, действовать им, двигаться им. Вы понимаете, Божье присутствие, друзья, друзья, оно меняет многое, оно все меняет. Оно меняет сущность, оно меняет ценности человека, оно меняет его ожидания, оно все может поменять. Ну, пастор Вайм, пастор Свет, неужели вы не видели, как Бог наркоманов с многолетним стажем вот так за секунду Духом Святым освобождает? Просто в мгновение ока, вы понимаете? Ты даже иногда домолиться не успеваешь, этот человек все, он исцелен, он свободен, у него все поменялось. Понимаете, друзья, проблема в том, еще раз говорю, мы редко его переживаем. Почему? Потому что мы переживаем обо многом, как Тамарфа, помните? Мы переживаем о том, куда поехать отдыхать. Знаете, я заметил, что много людей, они целые чаты создают о том, куда пойдем после служения покушать. Беспокоимся, выбираем! Слушайте, мы за два месяца меню на новогодний стол раньше составляли, кто помнит? Во что я пойду одеться? А во что ты будешь одет на Новый год? А что там, это год серебряной козы. Надо платье обязательно, чтобы быть как серебряная коза. Да, каракуль надо, нам сюда. Слушай, и задумываются, и ходят. А я прическу такую сделаю. Ну ладно, хорошо, мир, ну они так живут. А когда верующие так живут, друзья, вы понимаете, мы не о том переживаем. Вот смотрите, помните история Марфа и Мария? Марфа, она такая гостеприимная. Да, Христос пришел, в кое-что веки, кто такой еще гость к тебе придет, как Зеленский, если бы приехал к тебе. И она там, она там и оливье крошит, ногой, понимаете, там стругает салями. Вот, знаете, там все, здесь варит, жарит, парит, крушит, ломает, все. А Мария разлеглась у ног Христа, сидит, слушает. Марфа уже тут разорвала на части, она выходит, говорит, Христос, дорогой Христос, дорогой товарищ Христос, со всем глубочайшим уважением прошу вас сделать замечание моей возлюбленной сестре о том, что ей дела нету до того, что надо принять, видите ли, компанию и накормить. И тут Христос, вы понимаете, в присутствии Божьем, он ей говорит, Марфа, говорит, ты что суетишься о многом? Говорит, она выбрала правильное дело, а ты? Не, ну я не против, как бы мы покушаем, но ты же без дела, ты же останешься без Божьего присутствия. Шутка, но вы поймите, друзья, в этой шутке неужели вы себя не видите? Неужели мы с вами себя не видим? Ты будешь смотреть на Новый год с молитвой, ой, нет, а я спать, мне это. Потом посмотрю. Записи. Вы знаете, пять дев, которые там по бутикам ходили, они поняли, когда пришел жених, что онлайн записи не будет. Все. И тут они говорят, а что, а в смысле? А как онлайн не будет? Говорит, не будет. Интернета нема. От Божьего присутствия горы растаяли, как воск, и интернет-провайдеры растаяли, как воск. Все. Вы понимаете, Божье присутствие, друзья, его нельзя пропускать. Его нельзя. Ради Него мы просыпаемся, ради Него мы ходим. Ради Него мы молимся, мы общаемся. В общем, мы будем сегодня с вами об этом говорить. Божье присутствие. Представьте себе год провести в нем. Представьте себе жизнь провести в нем. Кто-то скажет, да нет, ну пастор, я бываю иногда. Большинство верующих, задайте им серьезный вопрос. Чего вы больше всего боитесь? Смерти. Смерти боюсь. Почему? Кто знает, что там будет? В смысле, кто знает, что там будет? Ну там будет то, что написано в Библии. Ну не все так однозначно. А так ты зачем ее читаешь тогда? Ты зачем в церковь ходишь? Ты вообще зачем? Ты вообще зачем это все? Ты либо уже как бы или нет. Да. А то знаете, помните, как это, кто смотрел фильм, это, Дежавю, помните? Говорит, кто там, говорит, белая шапку одел? Говорит, а теперь кто красная? Другую шапку одел. Вот так мы переобуваемся, вы понимаете, в воздухе, в полете переобуваемся. Тут я, знаете, такой, аллилуйя, там выхожу, короче. Так оно не работает. Короче, давайте мы сегодня будем говорить, друзья, с вами, я сегодня назвал проповедь. Тема проповеди называется следующим образом. Можно тему? Она называется парадигмы Божьего присутствия. Может быть, чуть-чуть умно, но попробую объяснить. Что означает слово парадигма? Я почему не на украинском сегодня, как обещал, друзья? Я не смогу эту проповедь на украинском, вообще без вариантов. Я пробовал, писал, понял, что даже писать не могу пока. Ну, я обучусь, я стараюсь. С ребенком я вообще на украинском уже, я даже ругать его на украинском научился. То мне раньше такой, знаете, с ребенком нормально, когда он начинает что-то делать, я хоп, на русский перехожу. Ступор, я не могу поругать его на украинском, не знаю как. А сейчас уже нормально на украинском ругаю, я скоро перейду со всем. Так вот, что означает слово парадигмы? Что означает слово парадигмы? У одного из классиков, не буду цитировать, друзья, потому что, дабы не подвергнуться осуждению, процитирую одного из классиков, он написал о людях, о нас с вами, кстати, о нас, о нас, простых людях. Здесь все простые люди. Нету тут со звездой во лбу? Если вы со звездой во лбу, друзья, то вам не сюда. Здесь простые люди. Так вот, о простых людях написаны следующие слова, слушайте их внимательно. Мужик. Мужики есть тут? Мужик, что бык. Темяшится, в башку какая блажь, колом ее оттудова не выбьешь. Упирается. Всяк на своем стоит. Знаете, что это такое, друзья? Это называется твердыни. Вы когда-нибудь пробовали человеку рассказать, что он в чем-то неправ? Драками иногда эти разговоры заканчиваются. Потому что никто не хочет сдаваться. Я считаю, а моя точка зрения, а я думаю и так далее. И кто-то скажет, да нет, это не про меня, серьезно? Вы попробуйте, придите ко мне, давайте поговорим. У меня, знаете, большинство разговоров, чем заканчивается. Пастор, что бы вы ни сказали, я вас послушаю. Я говорю, ну я тебе сейчас скажу. Спасибо, я ушел. А я не собираюсь тебя слушать. Никто не хочет слушать. Никому не... Все хотят слушать то, в чем с ними согласны. Но если ты, не дай бог, скажешь то, в чем ты со мной не согласен, я тебя слушать даже не буду. Знаете, что это такое? Это твердыни. По-научному это называется парадигма. Что такое парадигма? Это реалистичная модель какого-то действия или какого-то процесса. Реалистичная. То есть мы все классные, мы все белые и пушистые, пока нам на ногу не наступят. Когда нам наступят на ногу, мы такие, какие мы есть. И движет всем этим парадигма. То есть можно сказать, друзья, что... Почему я сегодня хочу об этом говорить? Я сегодня хочу говорить о том, что есть твердыни в нашей жизни, которые мешают нам переживать Божье присутствие на самом деле. И я сегодня хочу, чтобы мы с вами углубились, поняли это, уразумели. Не уверен, что за один раз получится, но будем стараться. Так вот, парадигмы Божьего присутствия, друзья, это жизнь. Или это реалистичная модель жизни, в которой христианин сталкивается с Божьим присутствием. Переживает это присутствие. Переживает. Вы же понимаете? Знаете, сегодня много рассуждений есть о том, что грех отделяет от Бога у нас или не отделяет и так далее. Я вам скажу одну вещь. Послушайте. Бог святой. И он ничего общего не имеет с грехом. И если вы попробуете туда прийти с грехом, Бог скажет, без проблем, но я уйду. Вы понимаете? То есть ты придешь, а он уйдет. И толку с того, что ты куда-то шел, никакого. Поэтому, друзья, у Бога есть, если это он Бог, у него есть его правила игры. И если мы с вами понимаем, что все-таки он Бог, и видим его как всемогущего, великого, всезнающего, вездесущего, ну, я не знаю, вечного Бога, то давайте мы и будем уже как-то жить по его правилам. И вот именно об этом я как раз хотел сегодня поговорить. Парадигмы Божьего присутствия. То есть в чем нам необходимо измениться, друзья, для того, чтобы мы с вами могли действительно жить, ходить, переживать Божье присутствие, наполняться им, вдохновляться и так далее, и так далее, и так далее. Прочитаю одно место из Писания. Я буду использовать для этого модель из книги чисел, 9 глава, 15 стих. В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скинию как бы огонь видел был до самого утра. Что это такое, друзья? Бог, когда он пришел к Моисею, когда он вывел израильские народы из Египта, он сказал, я хочу, чтобы вы устроили скинию. Она называется в разных. Здесь скиния, кто-то называет ее скиния, там, собрание, кто-то называет скиния Божья, разные. Что такое скиния? Мы сейчас с вами будем это разбирать. И я хочу вам сказать, что вот вы никогда не задумывались, зачем иногда Бог делает такие сложные какие-то примеры. Если вы читать будете книгу чисел, я как-то первый раз, Боже мой, первый год своего христианства, я с шестого или с седьмого подхода взял книгу чисел только. Я ее читаю, читаю. Читали кто? Кто читал книгу чисел? У меня после двух глав о количестве крючков, из чего они должны быть сделаны, из какой ткани. Знаете, я такое еще читаю, такое думаю, так, у меня всегда воображение включается. Я пытаюсь нарисовать себе картинку. Тогда интернета же не было в 95-м году еще такого, ну, прям совсем там, гугла не было, там, картинок. Я не мог себе, я пытался прочитать, чтобы нарисовать себе картинку скинии, не могу. Я понять не могу, я даже не могу понять, что это такое. Крючки, те крючки должны выйти оттуда, зайти туда. Прошито должно быть этим, туда. Я думаю, господи, локти какие-то, что в локтях, в метрах напишите. Нет, ну, вообще, прям очень туго. Вот, я хочу вам показать, что такое вот это скиния, над которой, смотрите, облако какое-то покрыло, и здесь написано, и огонь был виден. Это Божье присутствие. Это Божье присутствие пришло на эту скинию. И когда Бог уходил, Он уходил, это присутствие шло, они собирали весь стан, миллионные, несколько миллионов человек собирали стан, и они шли за этим облаком. Израильский народ точно понял, если ты хочешь выжить в пустыне, тебе нужно облако Божьего присутствия. Тебе нужно Божье присутствие. Хочу сказать сегодня, дорогие братья и сестры, хотите выжить в войне, победить, вам нужно Божье присутствие. Хотите побеждать в жизни своей, вам нужно Божье присутствие. Хотите побеждать в странности жизни, перипетии, вам нужно Божье присутствие. Итак, о какой скинии здесь идет речь? Давайте откроем картинку, Леночка. Спасибо. Вот, смотрите, друзья, это примерная модель, примерная модель скинии. Да, это просто, это какой, это я не знаю, этот человек, он уже Нобелевскую премию мира дать, за этот один рисунок, что он хоть нарисовал ее. А можно вот ту схематическую черно-белую модель, она проще для понимания. О, вот, смотрите, вот эта скиния, вот эта скиния, эта скиния, друзья, она состояла из трех частей, но на самом деле, на самом деле, очень важно, чтобы мы понимали, незримо там всегда присутствует четвертая, сейчас мы, четвертая вещь, четвертая составляющая, сейчас мы о ней будем говорить. Ну, во-первых, там написано, ее ворота должны быть на восток, вот там вход, видите, вот здесь вход, вот здесь первая часть, она состояла из трех основных частей. Первое называлось вот здесь, внешний двор. Вот здесь, вот тут был внешний двор. Дальше было место, которое называлось святое место, и третье называлось святое святых. Это скиния, в совокупности скиния. Но четвертая часть, которая незримо присутствовала, называлась, друзья, стан Израиля. Она находилась, в Библии написано, она находилась вне стана. И вот сегодня мы попробуем с вами разобраться, как это пересекается. Я себе написал так. Давайте разбирать сегодня скинию, друзья, с позиции Божьего присутствия, глазами Бога, и попробуем посмотреть на себя и свою жизнь сквозь эту призму. Смотрите, есть разные интерпретации скинии. Кто-то говорит, ну, есть интерпретация одна, которая называется историческая. То есть, там разбирают историю сквозь призму израильского народа, как это было. Есть вторая интерпретация, называется аллегорическая. Они говорят, что бы это могло означать? Семисвечник означает там то-то, то-то, то-то. Есть третья интерпретация, это кто-то говорит, давайте интерпретировать, как в скинии, сквозь призму скинии мы видим жертву Иисуса Христа. Но я бы хотел, чтобы мы посмотрели, ну, слушайте, ну, зачем-то же Бог эту скинию сказал сделать, правда? То есть, у него какая-то концепция была, идея какая-то была. И вот, давайте посмотрим, как Бог смотрит, для чего, или как Бог смотрел на человека сквозь призму этой скинии. Для чего она нужна? Так вот, смотрите, первая вещь, которой мы сталкиваемся, это называется, я вот себе записывал, это называется стан Израиля. Вот, скиния была за станом. То есть, представьте себе, что вот здесь где-то не нарисовано огромная территория, на которой жили два миллиона практически человек. Там миллион с чем-то людей. Миллион с чем-то людей. Огромнейший город. Скиния находилась не в центре этого города, не на окраине, она за станом находилась. За. Что такое стан? Стан Израиля, это прообраз нашей обыденной жизни, где люди вспоминают о Боге только тогда, когда им тяжело или плохо. Кто знает пословицу? Як тревога? То есть, мы живем в стане, стан это наша обычная жизнь. В ней мы продаем, покупаем, переживаем, рожаем, женимся и так далее. Мы в ней живем своей обычной жизнью. И знаете, что я обнаружил? Я обнаружил, что многие верующие, к сожалению, мы точно так же и живем. Мы настолько погружаемся в жизнь вот этого Израиля, что мы начинаем там, вот знаете, мы начинаем. Наскачает. Наскачает. Мы там, опа, туда, классно. Пошли туда, а потом туда, а потом туда. А где Бог? А я в Него верю. В Него верить не надо. Им надо жить. То есть, в этом стане, как и всегда, присутствуют обычные атрибуты и ориентиры мирской жизни. И очень печально, друзья, слышали такое выражение, скажи мне, кто твой друг? И знаете, когда верующий, ой, я так восхищаюсь этим человеком. Я восхищаюсь. Я помню, как этого, кто знает или помнит, как зовут этого известный, есть такой спикер мотивационный, тренинги проводит такой там. Тони Роббинс, да. Я восхищаюсь Тони Роббинсом. Ну, я такой думаю, ну, посмотрю, ну, интересно. Я взял, посмотрел видео Тони Роббинса. Чувак собирает стадион и тупо матом ругается на этих самых, знаете, ну, просто манипулятор на самом деле. Он тупо, если человек, знаете, человек хочет задать вопрос, он ему там матом, 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 все ржут вокруг. И он такой, человек сел опущенный такой, да, короче. И знаете, все такие, аааа, как он молодец такой, ааа. Я говорю, подождите, секунду, а этот парень мне верующий рассказал. Я говорю, а что тебя восхищает? Потом другого послушал, это был вообще шедевр. Я сейчас не делаю рекламу или антирекламу, поверьте, мне все равно, если честно, я ни в коем случае не осуждаю. Нравится, смотрите, какая проблема. Просто вы как бы, ну, посмотрите вперед, что дальше вас ждет, ну, окей. Может, вам интересно. Один человек, я помню, верующий пришел ко мне, говорит, пастор, я такой фильм посмотрел. Рекомендую, посмотрите обязательно. Ну, я такой думаю, ну, да, я же тоже человек, думаю, хорошо, посмотрю. Какой? Говорит, фильм называется «Основатель». Про компанию «Макдональдс». Я посмотрел этот фильм. Я рыдал в конце. Знаете, я ждал субботы, я пришел к нему, говорю, слушай, а что тебе именно в этом фильме понравилось? Как он развел людей, как он отобрал жену лучшего друга, как он кинул всех. Что именно тебе понравилось? Отчего ты в восторге? Он прогрессивный. Я говорю так, он всего добился. Так давай пойду сейчас убью кого-нибудь. Заберу у него деньги, я тоже прогрессивный. Кто смотрел этот фильм «Основатель»? Видели? Если вы видели, реально, ну, 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 ну. Я бы не хотел себе такого друга, я бы жену с ним не оставил. Что у человека мозгов нету в голове, извините, и совести ноль. Он пишет людям, говорит, я вам все дам, а потом говорит, до свидания. И выбрасывает людей, которые придумали все. А верующий восхищается. И я тогда начал понимать, стоп. Есть некоторые верующие, которые вполне комфортно живут в стане. И им дела нету до этой скинии вообще. Они даже до нее не доходят. А Бог где обитает? Там. Он там обитает. Он в его присутствии обитает. Его присутствие там. В стане Израиля, слушайте, чтобы попасть в Израиль, чтобы попасть в Божье присутствие, Израилю нужно было, внимание, выйти из стана. Вы никогда не задумались, если вы читали Библию. Помните, Христу было 12 лет, и написано, раз в году, на праздник, весь Израиль оставлял свои обычные дома и шел в Иерусалим для поклонения в храм. А теперь, на секундочку, вы продумайте себе головой. Корову оставляли. Это же не, там же не было сверхзвуковых, гиперзвуковых самолетов. Они корову оставляли, верблюдов оставляли там, ослов, все это оставляли. И уходили все на поклонение. Вы понимаете, что это такое? Там же эти коровы, они, наверное, когда возвращались, там коровы такие, выбегали сами и кричали, ура, ура, наконец-то ты вернулся. Дай меня быстрее, потому что уже ж тяжело. Вы понимаете, они все оставляли, они должны были. И у меня такая мысль, думаю, тю, не проще ли было мультиплицировать храм? В каждом, там, на каждой улице храмик поставили себе. Люди, там, с утра оторвались немножечко, там, коровку подоила, прибежала, храм отстояла, свечку поставила, вернулась и дальше доить корову. Говорит, нет, вы не поняли. Говорит, вам нужно выйти за стан. Скиния находилась вне стана, друзья, для того, чтобы мы начали понимать, что нужно выходить за стан. И, знаете, я вам хочу сказать, давайте буду немножечко обличать. Братья, почему у тебя сегодня не было на служении? Работа, пастор. Но когда у тебя тревога, Боже, где ты? Дай пережить твое присутствие, вот то всемогущее, от которого горы тают, как воск. А Бог говорит, меня нет в стане. Меня нет в стане, в котором ты живешь. Я за станом. И я хочу, чтобы ты туда приходил ко мне. Знаете, один из секретов, почему очень часто мы не переживаем Божьего присутствия, мы хотим находить Божье присутствие там, где мы есть. Послушайте, кто-то скажет, нет, брат, Библия говорит о том, что поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе истины. И истинных поклонников ищет Бог. На любом месте вы будете призывать Мое имя. Не на той горе, которой поклонялись ваши отцы, а на этой горе, в любом месте я могу. Знаете, это такая облегченная, лайтовая версия христианства. В которой, знаете, я такой одной рукой режу, а второй рукой поклоняюсь Богу и переживаю Его присутствие. А это крошу оливье. Друзья, либо ты себе палец отрежешь, либо ты в Божье присутствие не придешь. Ну что-то одно из двух. Понимаете? То есть ты не можешь вот так, еще раз говорю, ты не можешь одной попой на двух стульях. Ты не можешь и встанем, и там, и нашим, и вашим за копейку спляшем. Так не бывает. То есть, если ты приходишь к Богу, ты должен приходить к Нему. Смотрите, есть? Ладно, окей. Следующее. Давайте, можно скиню еще раз вернуть? Итак, друзья, смотрите. Вот эта часть, вот эта часть, называлась двор скинии. Двор. Вот тут совсем вижу, так вблизи. Ага, да, вот. Двор скинии. Вот тут двор скинии. Что такое двор скинии? Это наше решение приходить к Богу, выделяя Его особо и оставляя в стороне всю нашу жизнь встания. Почему мы сегодня с вами здесь? Что, у вас нету дел? Слушайте, у меня миллион дел бывает. Почему я вообще это делаю? Я помню, один человек, помните, постровали? Говорит, ну вы же пастор. Я говорю, так у меня есть он помощник, поставил кого-то себе и все, и нормально себе пошел заниматься своими делами. Нет, послушайте. Еще раз. Двор скинии, это то место, когда, если я хочу войти во дворы, я должен выйти из стана. То есть мне нужно выйти из него. Такое, чтобы вы понимаете, давайте нарисую картинку. Пойти, входить во дворы Божьи, это очень интимный процесс. Это примерно, когда мужчина, муж уединяется со своей женой, но при этом не выключает звук на мобильном телефоне. Потому что может позвонить заказчик. И знаете, он такой целует, и тут четыре телефона лежат. Три телефона, три оператора. И такой, подожди секундочку. Да, да, в четыре, да, да, все, да, все, буду, да, конечно, да, все, да, спасибо, да, все, буду, да, обязательно. Продолжим. Потом, знаете, такой, лайф теперь пробило, да, такой. Сейчас, подожди секунду, секунду, отвлекусь. Да, конечно, продавайте, да, обязательно продавайте, да, да. Смотри, ты не забудь, так, я сейчас перезвоню, подожди секунду еще. Ну вы как себе это представляете? Вот почему вы поняли, Бог вынес скиню за стан, и он говорит, если ты хочешь идти во дворы, внимание, тебе нужно выделить его особо, оставить в стороне свою жизнь. Выключите свои мобильные телефоны раз и навсегда, когда приходите в церковь. Тупо выключите их. Нет. Во время воздушной тревоги, конечно же, я уверен, друзья, мы все молимся Арестовичу. Нет, Богу, так как бы ты выключи его. Я не против, надо, ну, тревога, окей, надо уйти, да. Ну, понимаете, о чем я говорю, друзья, но мы же обращаемся с Богом, надо его выделять. Смотрите, я сейчас буду вас, ну, нас с вами, нас, давайте, нас, нас буду размазывать. Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих, понеслась. Матфея, 6 глава, 6 стих. Ты же, когда молишься, кто молится здесь иногда? А ну, ну, кто молится, руку поднимите. Молитесь? Молитесь. Теперь слушайте внимательно. Знаете, в чем у нас проблема? Мы все молимся и хотим явного воздаяния, но забываем одну вещь. Надо выйти куда-то и войти куда-то. И затворить дверь, оставим все позади. И тогда Бог видит тайное. А знаете, что такое тайное? Тайное, друзья, это пребывание в Божьем присутствии. Вы знаете, сколько молитв совершается, которые никогда не будут отвечены? Отвечается, Бог отвечает на молитвы, которые он слышит в его присутствии. Если в молитве нет Божьего присутствия, он вас не слышит. Он попросту вас не слышит. Откуда я это знаю? Мы когда вернемся, друзья, вот там вот к строению скини, вы поймете о том, что жертвенник, на котором воскурение, жертвенник воскурения, на котором возносились, там фемиамы вместе с фемиамом, написано, возносились молитвы всех святых, он находится непосредственно перед ходом в святое святых. Даже не во дворах, не во внешнем дворе. Можно картинку этого внешнего двора? То есть вот этот жертвенник, на котором возносится, смотрите, вот, вот, он жертвенник курения вот здесь. А это вот внешний двор, видите, ограда. И вот сюда мы заходим, друзья, только. И это Бог называет в тайне. Что значит в тайне? То, чего никто не знает. То, что ты оставляешь за станом, выходя. Ты выходишь оттуда. Ты не ходишь в толпе некоторых, я молюсь, пастор, в метро, когда еду там среди людей, я молюсь. Вот такое у тебя и воздаяние потом явное. Поэтому ты в метро там нашел 50 гривен, и будь добр. И слава Богу. И хватит с тебя. Он говорит, ты закрой дверь свою. Закрой свою дверь. Выключи. Ну попробуй это один раз сделать. Попробуй просто закрыть эту дверь. Все. Чук, я уехал. Для многих из знаков, вы понимаете, это шок. Кто из вас, помните, вот это, когда первый раз бомбанули, пропал этот свет у нас на два дня? Это не в октябре было, а уже в ноябре, помните? Ну мы поездки как раз были, когда это все, ху, выключилось, все. Кого ломало, скажите, без интернета? Только честно. Меня ломало, потому что единственное, я пытался понять, где моя жена, а сам где-то в это время в Константиновке. Ну честно, кого ломало, потому что нет интернета? Ну вот, что, сейчас, сейчас. Людей ломает, вы понимаете, мы не умеем выходить из этого стана. Ну не получается у нас. Мы приехали в центр, говорю, как у вас с интернетом? Нету. Довольные такие, нету. У них вот так он там, как бы, не всегда. Вообще его нету. Друзья, на самом деле, нам нужно с вами понять одну простую вещь. То есть, вот сюда, если ты хочешь зайти, тебе нужно оставить. Тебе нужно научиться оставлять, оставлять позади, оставлять позади, оставлять в стороне, научиться это делать. И тогда Бог, Библия говорит еще раз, Бог, видящий тайно, воздаст тебе явно. Далее, когда ты заходишь сюда, в этот двор, мы видим, вот здесь жертвенник. Жертвенник. Я уверен, многие из вас, как верующие, вы слышали, нельзя приходить Богу без чего? Без чего? Без жертвы, правда? Да. Так вот, это прообраз самой молитвы и входная дверь в благословенное Божье присутствие. Без жертвы, что бы ни делали с Богом, нет движения далее. А теперь смотрите. Какую же жертву мы приносим здесь? Какую жертву мы приносим на этом жертвеннике? Жертва, это то, что становится таким ценным в нашей жизни, в стане Израиля, там, вне. Но что мы готовы принести на жертвенник, чтобы скиня Божьего присутствия стала хранителем самого ценного в нашей жизни. А теперь, первое, что делал человек, когда входил в скинь, он должен был принести на жертвенник самое дорогое, не хромое, не косое, не то, что ему не нужно, не полускисшее. Он должен был принести то внимание. Мы сегодня приносим глазами Бога, чтобы войти, чтобы молитва была отвечена, тебе нужно, выходя оттуда из стана, внимание, не просто самому выйти, а взять оттуда с собой самое дорогое. Помните, когда Авраам шел к Богу, что он взял на жертвенник принести, которого он ждал сколько? 90 лет. Он говорит, ты с собой это возьми. А что у меня самое дорогое? Я не знаю, там золотые сережки вот эти были. Вы же в корзинку бросите. Да не надо нам ваши сережки в корзинку, расслабьтесь, успокойтесь. Вы знаете, что сделаете? Вы возьмите с собой оттуда из стана, например, свой мобильный телефон. Не в корзинку бросить, нет. Идите сюда и по дороге выключите его. И не включайте его. Мне нужно быть 24 на 7 на связи. Вот, вы понимаете, вот это твое ценное, это то, что тебя держит, то, без чего ты не можешь. Вот, а мне надо, чтобы у меня постоянно вот это было. А мне нужно, чтобы вот это. Вот вы понимаете, мы так обросли в этом стане, что мы оттуда не можем выйти. Нас уже оттуда, ну, невозможно вытащить человека. Смотрите, давайте я вам приведу пример такой еще образный. В Израиле, в Древнем Израиле, в Иерусалиме, в Иерусалиме было 12 ворот. И одни, у каждой из ворот они имели свои названия. Там были ворота рыбные, там были ворота там разные, и одни назывались игольные уши. Игольные уши, вот исторически объясню, что это за ворота. Это, кто не знает, раньше как жили старые города. В укрепленном городе находились знать, ну, то есть богатые люди, и там же находились воины. А вокруг города жили крестьяне. Эти крестьяне, они обрабатывали землю, приходили продавали, эти покупали и так далее. Но, когда приходил противник, крестьяне не могли сами себя защитить. И что они делали? Как только били тревогу, крестьяне бросали все на полях и бежали в город, за городские стены, за которыми они могли укрыться. Но, некоторые жили далеко, и у них, знаете, такое, говорит, я сейчас, подожди, мне тут надо немножечко допахать, вот сейчас допашу и прибегу. И вот тревога начинается, и знаете, он такой, сейчас, подожди, он не может бросить, ему нужно коров, а коровы медленно идут, а бараны еще медленнее, а ослы вообще не идут. И вот он все эти пожитки, он идет, 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 смотрите внимательно, он тащит их за собой, естественно, медленно. Вот так мы иногда к Богу не можем прийти, вы понимаете? Он говорит, я в жертву принесу. Ага, сейчас, да, ты их принесешь. Именно. Именно. Я помню, когда первый раз заработали, помнишь, мы заработали там за одну, как-то у нас была одна там сделка, ну так получилось, мы заработали 5000 долларов. И помнишь, 500 долларов еще до отъезда в Америку надо было принести десятины. Я впервые почувствовал, как это тяжело. 500 долларов. Так это, я, чтобы вы понимали, я до этого времени, я там больше 50 долларов десятины никогда не было, а тут сразу 500. Я не говорю, что я жадный, я не жадный, на самом деле, кто знает меня, я очень щедрый. Но я в этот момент, вы знаете, я пережил вот этот пунктик, понимаете, пунктик, где тебе надо жертву принести. Так вы что, я понял, что я десять десятин могу и потом... Короче, и вот он идет с этими ослами, а смотрите, он опаздывает, потому что уже все, закрыли двери. И вот там в Иерусалиме были одни ворота, называется игольные уши. В эти ворота, что это такое? Это одна дырочка, за которой стоит там вот так, два чувака с копьем, и туда может пролезть только свое. Он залезает, ему пароль, пароль, проходи. Пароль, не знаю. Все, убили. И вот в эти игольные уши ты можешь войти только, если ты входишь туда один, а иногда надо тулуп сбросить с себя. Вы поняли? А слов ты туда не проведешь. Это вот, чтобы вы понимали, вот такая вот дырочка, в которую можно пролезть, как собачья нора такая, знаете, вот дырка в конуру. Ты можешь только туда сам пролезть. И вот, друзья, поймите, вот что означает жертва. То есть ты берешь с собой, ну, не надо брать, вы поняли, не надо сюда ничего нести, не надо, пожалуйста, ничего не несите сюда. Я имею в виду жертва, это когда я прихожу к Богу, и я говорю, Господи, смотри, я ради тебя оставил это все. Реально оставил это. Вот реально оставил. Я вам расскажу одну историю из своей жизни, связанную с жертвой. Я как-то, когда закончил там свои все эти, уволился из армии давно еще. Я помню, у меня друг был, один товарищ, он начал бизнес один, он говорит, пошли ко мне, будешь моим заместителем. Я говорю, давай. Ну, я знаете такой, я служу Богу, в церковь хожу, и там четверг, это служение. Я вечером, с работы закончилась, я бегу на служение. Среда, работа закончилась, я бегу на домашнюю группу. Вторник, работа закончилась, я бегу, там у нас репетиция молодежки. Понедельник, работа закончилась, я бегу на лидерское служение. Ну, в общем, я такой, знаете, бегаю. И он такой, он говорит, послушай, один раз, по-моему, пришел ко мне, говорит, слушай, ты знаешь, я бы хотел, чтобы мы иногда с тобой остались после работы, помечтали о чем-то, подумали, чтобы мы с тобой планировали какие-то. Говорит, ты пойми, так не может продолжаться, давай сделаем так, возьми пост, все, я тебя услышал. Я пошел три дня, искренне постился, молился, прихожу, говорю, Сань, спасибо тебе. Говорю, брат, ты знаешь, ты мне помог, вот реально, честно. Говорю, спасибо тебе большое. Он говорит, ну что, я ухожу. Чтобы вы понимали, он так обиделся на меня, он пять лет со мной не разговаривал. Он посчитал, что я его предал. Потом уже, когда дальше я служил, он как-то пришел, говорит, слушай, я понял, это был действительно Бог, и тебе надо было идти, потому что, к чему я веду? Он был убежден абсолютно, и у него было такое глубокое разочарование, когда я сказал, меня это вообще никак не держит. И знаете, поменял зарплату там, 180 долларов на 25 долларов в месяц. Он говорит, ты что, нормальный? Так вот, смотрите, что это означает? Когда ты оставляешь там, вот что жертва, ты приходишь к Богу, ты говоришь, Господи, меня это не держит. Вот ничего оттуда меня не держит. Вот я. И вот с этим, можно вернуть, пожалуйста, картинку? Смотрите, вот именно это мы приносим на вот этот жертвенник. Вот, на этом жертвеннике, и никто не мог пройти дальше, друзья, пока этот жертвенник, он не принесет что-то сюда. Вот почему иногда мы не можем прийти в Божье присутствие. Мы его не переживаем, вы понимаете? А потому что нас ломает, нас как наркоманов, простите, ломает, нас ломка, мы не можем оторваться от этой жизни встанье. А значит, на жертвенник мы ничего не приносим. А тот, кто не принес на жертвенник, стоял священник, который говорит, свободен. Вы в кино попробуйте без билетов пройти. В метро попробуйте не заплатить за проезд. В такси попробуйте. У меня денег нету. Вас никто не возьмет. Так и здесь. Вы понимаете? Нет, Бог меня любит. Он никогда меня не отталкивает. Да, он никогда тебя не отталкивает. Он просто сам уходит. Он никого не отталкивает. Он просто, в его присутствие, ты не можешь войти без жертвы. То есть, ты не можешь. Кто-то говорит, так, а во сколько у вас там проповедь начинается в 12? А, окей, да, я в 12 буду. Так у нас в 11 прославление. Не, ну вот это, час времени, я там могу сейчас пару сделок еще нормально разрулить, решить вопросы. И потом ты приходишь на проповедь, сидишь и слушаешь такое, что я ничего не понимаю. А потому что ты без жертвы пришел. Ты не испытываешь его присутствие. Вы когда-нибудь рассказывали? Кто когда-нибудь предлагал неверующим людям почитать Библию? И как? Что они вам отвечают? Я читал, говорит, вообще ничего не понимаю. А я как я их понимаю? Мне никто не объяснил, как читать Библию. Я начал с Евангелия от Матфея. Точно, кто читал Евангелие от Матфея? Авраам родил Исаака, тот родил того. Я, короче, первого года читаю, такой, шувы. Как бы, знаете, они такие, там столько мудрости. В смысле, говорю, какая мудрость тут? Ну, как бы, зачем вообще это все? Я ничего не понимаю, о чем написано. Понимаете, вот как, а почему? Ты без Духа Святого не можешь читать же Библию. Дух Святой открывает тебе глаза, Божьим присутствует, твои глаза открываются. Помните Петра? Он как увидел Иисуса преображенным. Он говорит, да я все оставляю, давай здесь жить. Вот, что приносит Божье присутствие. Но без жертвы ты не можешь прийти. Дальше, смотрите, за жертвенником здесь, в этом, во дворе, внешний, двор скиний, точнее, двор скиний, или внешний двор, здесь находится умывальница. Это такая золотая штука. Там мыли руки, мыли ноги и так далее. А теперь смотрите, что означает умывальница с точки зрения глазами Бога? Что должно произойти возле этого умывальника? Это место омовения, где вознамерившийся зайти в святое место должен был смыть прах жизни вне Божьего присутствия. И только тогда ты можешь войти. Смотрите, каждый из нас, будьте здоровы, каждый из нас во время прославления, давайте сейчас, внимание, честные люди тут есть. Кто из вас во время прославления, друзья, считал зарплаты? Сколько стоит будет там электроэнергия? Насколько подорожало это? Есть такие люди? Сколько кубометров надо газа купить? Сколько дров надо заказать? Сколько? Ага, туда поедем. А кого пригласить на день рождения? Где аниматоров найти на день рождения ребенку? Кто вот так вот улетал? И вот омовение, это знаете, когда ты вот приходишь и если ты не хочешь мыть, свободен. Дальше не идешь. Как бы вот дальше ты не получаешься. Что такое омыть? Смотрите. Представьте себе, вам должны сделать сложную операцию. Хирург, внимание, хирург, на празднике, юбилей у лучшего друга. Руки в салатиках, шуба, оливье. Звонок срочный, надо сделать операцию Вове. Приезжайте. Хирург, все бросает. Все бросает, приезжает, забегает в операционную, говорит, кому, где операцию делать? Где, что, давайте скальпель. Слава Богу, да, зубочистка вот тут еще в зубах. Вова еще, слава Богу, наркоз не дали, Вова говорит, алло, уберите его отсюда. У него руки в майонезе. Перегаром несет, он сейчас нарежет. Знаете, как это, неканоническая притча, хирург режет, молодой, режет, так, короче, ничего у меня не получается. Понимаете? И вот так вот, никто же так не захочет, вы понимаете? А мы хотим, смотрите, в Божье присутствие, можно картинку, а мы хотим святое святых, святое святых, с руками, на которых пыль. Мы вот рубили, знаете, что вот мясо резал, так и вышел. Понимаете, все руки в крови, говорят, кому тут зубы рвать надо? И люди, все очередь, белая сидит. Никто же так не делает. Вы же знаете, руки надо простерилизовать, помыть, потом перчатки одевают ему. Он заходит стерильный, правда? И никакого майонеза нету на руках. Он стерильный. А мы хотим, друзья, сюда и прямо вот сюда, а можно во святое святых? Он говорит, так ты руки омой, омой, а как мне их омыть? Где тут у вас умывальники, покажите? Нет. Знаете, с чем мы омываем? Когда мы приходим и омываем в поклонении слезами, сокрушения. Когда мы омываем тем, что мы приходим, и говорит, Господи, моя душа действительно, она в чем-то нечиста. Мы омываем, мы позволяем Богу омыть нашу душу. Кто-то скажет, если Богу угодно, Он и так придет. Да, вот поэтому ты туда приходишь раз в год, в лучшем случае. Но если ты хочешь каждый раз его переживать, ты приди туда, действительно, просто приди, стань, сокрушайся перед Ним. пускай это слезы Христа омывают твое сердце, омывают твою душу. И это еще, друзья, пока только двор, пока только двор. Мы еще не заходим в святое место, а потом мы начинаем заходить в святое место. Смотрите, вот видите, святое место. Здесь стол с хлебами, светильник, жертвенник курения. Первое, что стояло, это стоял стол с хлебами. Что такое стол с хлебами? Помните, как мы молимся? Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя. Хлеб наш. Подавай нам на каждый день. Смотрите, друзья, стол с хлебами, сюда человек должен приносить свой хлеб. Знаете почему? А потому что на этом столе происходил обмен. Давайте я вам прочитаю одно место из Писания. Читаю, интересное. Евангелие от Иоанна, 6,48. Иисус говорит о себе, «Я есмь». Евангелие от Иоанна, 6,33. «Ибо хлеб Божий есть тот, кто сходит с небес и дает жизнь миру». Вопрос, так что есть хлеб? Моя работа? Мои деньги? Что есть хлеб насущный? Что есть насущный хлеб? И вот смотрите, можно вернуть картинку? Тот, кто хочет заходить дальше, он говорит, ты здесь отдаешь свой хлеб и это есть прообраз того, что ты принимаешь Христа как хлеб. Вы знаете, почему многие люди, многие верующие, они не мудро поступают? Вот так скажу. Многие верующие не мудро поступают. Да потому что мудро может поступать только тот, кто питается хлебом жизни. Кто питается хлебом из Слова Божьего. То есть, кто готов принимать этот хлеб. А большинство людей, они как, знаете, эти, как их называют этих людей сейчас, как же их называют? Те, которые кушают, а потом два пальца в рот. Анорексички. Ну, знаете, есть люди, знаете, чтобы похудеть, девушки, это психическое отклонение. Некоторые люди, чтобы похудеть, они скушали, а потом сразу все, что скушали, вот оно, хоп, и быстро, пока не переварилось, они в туалет и все туда отправили. Булимия, да. Вот у многих, вы понимаете, многие верующие, они страдают такой духовной булимией. Мы приходим к Богу, смотрите, мы читаем Библию, но ничего оттуда не выносим. Оно же мимо проходит, на домашней группе спрашивают человека, что ты слышал на субботней проповеди? Об Иисусе говорили. Вот об Иисусе было. А какое название проповеди? Не помню. А места писания? Не помню. А что говорят? Не помню. Это же булимия, друзья. Духовная булимия. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Все. И мы ничего не помним вообще. Потому что, друзья, на самом деле, мы никакой хлеб на этот жертвенник, опять же, ничего не принесли сюда. Ничего не принесли мы сюда. На этом жертвеннике вот этот стол с хлебами остается пустым. Следующий идет, светильник. Вот, кто-то говорит, это семь духов Божьих, которые написаны согласно Исаии. Возможно. Но что такое светильник? Помните, Христос о себе, что он говорит? Я свет миру. Что означает, Христос есть свет миру? Это означает, что свет освещает, и он светит для того, чтобы мы видели правду. Но если ты считаешь, что у тебя правда, я считаю, что я прав, как мне один человек как-то сказал, говорит, вы знаете, давайте каждый останется при своем мнении. Я говорю, ты не понял. У меня нет своего мнения. В смысле? У меня есть мнение Божье. Ну, как Библия говорит. Я руководствуюсь светом Евангелия и для себя, и для других. У меня другая точка зрения по этому поводу. Вот твоя проблема. Потому что, друзья, вот здесь светильник, он прообраз того, что либо ты принимаешь, что Христос есть твой свет, либо ты живешь своим светом. Помните, с чего я начал? Парадигмы Божьего присутствия. Многие люди не могут переживать Божьего присутствия, потому что они приходят к Богу со своим мнением. Они рассказывают Богу в молитве, как должно быть. Кого проклясть, кого благословить, кого простить, кого не надо, кого благословлять, кого пока не стоит. Мы же сами решаем. Вы не замечали никогда? Мы сами решаем, что правильно, что нет. А ну честно, кто из вас говорил, я считаю? Ага. Так что нельзя так говорить? Можно. Но только вопрос. Вы считаете или Бог так все-таки считает? Или все-таки Библия так считает? Ну, надо же понять этот вопрос, надо же разобраться. И дальше, смотрите, человек приходит к жертвеннику курения. Что такое жертвенник курения? Вот смотрите, это очень важная одна вещь. Там на жертвеннике горит фимиам. Согласно Библии, согласно книге Откровений, мы читаем о том, что фимиам возносился с молитвами святых. А теперь слушайте внимательно. Куда возносится дым, когда горит огонь? Куда он поднимается? Огонь, дым вверх, правда? Снизу вверх. Смотрите, мы верой приходим к Богу в молитву, только тут начинается искренняя молитва вообще-то. Но, очень важно, друзья, мы должны понимать, молитвы мы возносим снизу вверх, а ответ приходит сверху вниз. И вот здесь ты должен понимать, большинство людей проходят все эти стадии, но по-прежнему приходят к Богу со своими молитвами. Мы рассказываем Богу, что надо сделать. Надо сделать вот это, надо сделать вот так, надо сделать так. Мы должны понять, что, еще раз говорю, молитва возносится снизу вверх, а ответ приходит сверху вниз. Ты не можешь засылать молитву вместе с намеком. Или молитву засылать вместе с ответом предполагаемым. Знаете, Господь, есть четыре варианта ответа, все правильные, выбери любой. Нет. То есть, смотрите, в этот момент, когда ты приходишь к этому жертвеннику курения, твое сердце должно полностью быть сокрушенным. Помните, как Иисус, вот, смотрите, вот пример молитвы возле жертвенника курения. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. Ой, не 44, прости, другой, 42 по-моему. Он говорит, Господи, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как хочешь ты. Вот пример истинной молитвы христианина, когда ты молишься, ты говоришь, Господи, я отправляю тебе нужду, но ответ пусть будет твой. А скажите мне, а если Бог не отвечает? А это тоже ответ. А это тоже ответ. Я с этим немножко не согласен. Я чуть-чуть с этим не согласен. Мне надо, чтобы вот уже надо, чтобы ответил. Знаете, если некоторые люди молятся, я помню, мне вот нравится позиция, например, моей супруги в этот момент, я помню, сделал предложение, говорю, выходи за меня замуж. Знаете, в миру девушки, как и сделают предложение, если нравится парень, он говорит, да, конечно, я согласен. Вот мне нравится позиция моей жены, я знаю, что я ей нравился, и по-прежнему нравлюсь. И я говорю, я тебя люблю, я говорю, но я буду молиться. Я пошел, молился, искал Бога, и знаете, действительно, я пост взял, молился, и я знаю, Бог действительно ко мне пришел, прикоснулся, и я пережил Божье присутствие, ответ его. И вот я помню, радостный такой, звоню, говорю, слушай, я тебе там, вот все, Бог, все. И знаете, она мне отвечает, классная вещь, она говорит, классная, это очень приятно, ну теперь буду молиться я. И она начала молиться, три месяца. Закончилось все, просто я сказал, я не говорил ей, я пришел, говорю, Господи, я беру пост. Или ты скажешь да, или ты скажешь нет, ну короче, давай так, уже определиться. Я начал поститься, и слава Богу, как-то Бог так повернул, Бог умер бы, наверное. Вот вы понимаете, друзья, мы же так перестали молиться, вы понимаете? Мы перестали молиться, мы перестали молиться молитвами, в которых мы отдаем право ответа Богу. Вы знаете об этом? Поэтому мы не переживаем его присутствие. Мы же приходим, зачастую, еще раз говорю, на молитву, и фемиам, знаете такой, он не воскуряется. Мы берем этот фемиам, мы не зажигаем его Божьим присутствием. Помните? Он говорит, огонь, как огонь, огонь с неба сходит, он возжигает фемиам. А знаете, мы такой берем, приходим к этому, такой, знаете, взяли это такой, как пепел, подбросили такой, типа молитва. Такой, как это называется, дешманский фейерверк. Такой, знаете, подбросил такой, сюрприз. Бог говорит, нет, молитва, она должна подниматься, причем, ты отдаешь, это все в молитве. То есть, ты буквально, ты приносишь на огонь. Скажите мне, Авраам положил на Исаака, на жертвенник? Он даже нож занес уже над ним. Он сказал, все, это твое. Я не знаю, я не понимаю до конца ничего, но я делаю то, что ты говоришь. Вы понимаете, вот отдать. И в этот момент, смотрите, мы читаем Евангелие, завеса в храме разодралась. И оттуда выходит отсюда ковчег чего? Смотрите, ковчег откровения, Божьего ответа. Вот тогда приходит Божий ответ, и он приходит в его присутствии, в его присутствии, его присутствие приходит, и внимание, кто мне скажет, что несет в себе Божье присутствие? Ответы? Не, оно несет в себе Бога. А ответ или приходит, или не приходит. Знаете, я много раз в жизни своей переживал, такое интересное явление. Когда ты приходишь в Божье присутствие, выходишь, и тебе так классно там было, все, а потом ты поворачиваешься, Господи, я же тебе с вопросом приходил. И ты понимаешь, что никакого ответа не было. Ты даже этот вопрос не задавал. А потом я думаю, а может и не надо ему этот вопрос задавать было? А может вообще меня это волнует больше, чем его? И ты вдруг понимаешь, что на самом деле Бог другой. И ты наполнен его присутствием. Я вам рассказывал уже эту историю знаменательную. Знаю, что сейчас... Ну ладно, все равно расскажу. Как я пришел, я уверен, многие мужья приходили так в молитве к Богу о своих женах. Кто приходил в молитве? Кто молился за своих жен? Есть такие? Молились? Я тоже однажды пришел. Меня она не понимает. Знаете, вот эта молитва? Господи, сделай с ней что-нибудь. Она меня не понимает. Никогда не понимает. Не, я приходил. Ну честно. Ну я приходил. Никогда не понимает. А, никогда, вообще никогда не... Не, не, неправда. Не, у меня жена очень хорошо понимает, но я беду. В тот момент она меня не понимала. И знаете, ты переживаешь его присутствие. И ты выходишь, и знаете, выходишь из этого присутствие с таким пониманием о том, что, а ты вообще-то ее понимаешь? И знаете, такое ощущение какой-то несправедливости. Я к тебе пришел с одним вопросом. А ответ я получил совершенно тот, который мне не интересен. Но это его ответ, вы понимаете? Я уверен, что если жены тоже вы придете в Божье присутствие, он тоже с вами поговорит. Поэтому не ходим. Да пусть муж идет, пусть муж, иди помолись, дорогой. Я знаю сейчас, когда я сказал эту стратегию, многие жены думают, так, надо его отправить в тайную комнату, пусть помолятся. Так вы сами туда сходите. Может он вам тоже что интересного скажет. Понимаете? И вот, друзья, и вот только ты приходишь, когда ты вот это вот все проходишь, кто-то скажет, неужели все это так сложно? Послушайте, давайте я вам признаюсь честно, это все очень легко. Это все очень легко. Это в одно мгновение происходит, все эти приношения. Знаете, когда они происходят? Когда ты приходишь, Бог говорит, господи, ты реально для меня самый важный. Вот просто забыть, забыть обо всем. И просто осознать, что он для тебя самый-самый-самый важный. И что ты со своим мнением вообще-то не при делах ты здесь должен быть. Прийти туда, вот искренне прийти в его присутствие. Быть, не просто хапануть, выхватить помазушки и свалить. Нет. Побыть в его присутствии. Пребывать в его присутствии. Напомню вам еще раз, помните, когда Петр побыл в его присутствии, что он сказал? Он говорит, вау. Говорит, вот это картина. Говорит, давай здесь жить. Иисус говорит, давай тут жить. Давай отсюда не уходить. Иисус говорит, нет. Мы сейчас спустимся. Но он, помните, сказал, говорит, я умолю Отца, и Он даст вам утешителя. И Бог сказал, я дам вам Духа Святого. И я заканчивая сегодня, я немножко, конечно, так отступил от плана. Отступил от плана, ну ладно. Вот. Прочитаю вам, что такое Божье присутствие. Евангелие, Откровение Иоанна. Откровение Иоанна, 1 глава, 17 стих. Помните, когда он говорит, я был в Духе в день воскресный. И он говорит, и когда я увидел его, то есть Бога, то пал к ногам его, как? Смотрите, друзья, интереснейшая характеристика, как мертвый. Скажите мне, где чешется у мертвого? Что его волнует? Куда он опаздывает? А где его не любят? А с кем ему не интересно? А где ему важно быть сегодня? А вот если он это пропустит, то вот это вот будет очень плохо. А ну где, скажите? И он говорит, и пал, как мертвый. И смотрите, и Бог положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся. И дальше он ему говорит, встань, пиши. Я хочу вам сказать, когда ты приходишь в Божье присутствие, и тебе кажется, что ты многое теряешь. Кому-то кажется, что сегодня вы потеряли 2,5 драгоценных часа своего субботнего дня. Возможно. Я даже и не претендую на это. Это правда, наверное. Скорее всего, это действительно так. Но знаете, я для себя ничего не потерял. Лично. Я вот как-то, знаете, в этой теме 28-й год. Я ничего не потерял. Я приобрел многое. Вы знаете, я приобрел... Смотрите, что я потерял? Я потерял возможность того, что однажды утром я проснусь, а у меня там, знаете, записка «Я от тебя ушла». И детей забрала с собой. Я потерял такую возможность. Я потерял возможность испытывать сушняк с утра. Потерял такую возможность однозначно. Я потерял возможность абстинентного синдрома по разным поводам. Я потерял возможность того, что я не знаю, где моя жена, и я нанимаю частных детективов, чтобы вычислить, где она броня. Я потерял такую возможность, когда я пришел к Богу. Понимаете? Что я приобрел? Я приобрел, друзья, я помню каждый день своей семейной жизни. Я приобрел то, что я знаю, как растут мои дети. Я приобрел то, что я знаю, что я могу другим людям служить. Я это приобрел. И вот, понимаете, смотрите, но для этого ты должен, когда ты приходишь в Его, когда ты действительно попадаешь в Его присутствие, Он говорит, как мертвый. То есть пойми о том, что твоя жизнь, она на самом деле мертвая. Скажите мне, когда Христос умер, что сделал Его Небесный Отец с Ним? Что Он сделал потом, на третий день? Воскресил Его. Неужели вы думаете, друзья, что когда мы приходим в Божье присутствие, то, что, как нам кажется, мы потеряли, что Бог не сумеет это воскресить? Неужели мы думаем, что Он не сумеет воскресить? Кто из вас во время войны что-то потерял? Что-то вы потеряли, возможности какие-то и так далее. Это вам только кажется. Потому что если вы будете в Его присутствии, вы поймете, что сегодня Бог привел вас в самое благословенное место в вашей жизни. Если вы встретитесь с Богом, вы увидите, какая открывается дверь возможностей. Когда вы будете как мертвый, Бог в этот момент возлагает на тебя свою десницу, и ты будешь воскресать. Но только тебе нужно просто быть в этом присутствии, пребывать в этом присутствии, научиться в нем быть, научиться в нем ходить, научиться жить, научиться вдохновляться этим присутствием. Знаете, кто-то, мне иногда люди говорят, что я позитивный. Я честно признаюсь, я не позитивный человек. Ну, правда, я реально, я не очень позитивный. Но, когда ты бываешь в Божьем присутствии, ты выходишь из Него, и какой-то день другой. Вот понимаете? Бывало такое, хорошо, ладно, давайте. Бывало такое, что вы хотите сильно-сильно в туалет, вот, и добрались, и вот вы выходите, и день светлее, ну, вы же понимаете все, о чем я сейчас говорю, все же бывали в такой ситуации, и день светлее у тебя такой, и ты такой, ой, как я всех люблю, а только что, все ругаешься, бегом, ломишься, пропустите меня, и ты такой выходишь, такой все любишь, это люди хорошие, здесь они прекрасны, Боже, так вот то же самое происходит в Божьем присутствии, вы понимаете? Смотрите, давайте я вам в заключении прочту одно место из Писания, одно место из Писания, это очень важно, я записал себе такую вещь, запомните, любой чуждый огонь в скине Божьей, то есть попытки сделать все с Богом по-своему, приводит к тому, что мы становимся религиозными людьми, то есть мы верим в Бога, но живем без Него и без Его присутствия. Знаете, что такое религиозный человек? Это не тот человек, который там что-то, знаете, там типа ООН, там, нет, религиозный человек, внимание, это человек, который верит в Бога, но живет вне Его присутствия, это религиозный человек. Вот я вам прочитаю, числа 3-4, числа 3-4, но Надав и Авиуд умерли, умерли пред лицом Господа, смотрите, умерли, помните, как мертвый, и эти умерли, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Сианской, Сиан, Синайской. Детей же у них не было и остались священниками Иллиазар и Афамар при Ороне отце своем. Закончился род. Вы понимаете, друзья, ты не можешь приходить к Богу, вот это, знаете, такое прийти, такое, ну давайте, окей, у меня тут есть полтора часа, сейчас побуду и свалю. Ты не можешь так приходить к нему. Ты даже в дворы его не входишь. А если даже и войдешь, то как Оза, помните, который решил поддержать ковчег Божьего присутствия. Ты его поддержал и умер. И не воскрес. Поэтому хочу вам сказать всем, ободрить вас хочу на самом деле, меняйте ваши парадигмы. Парадигмы, они тут у нас в голове. Меняйте свое представление о Божьем присутствии. Меняйте о том, что Бог, Бог это фастфуд. Бог это, как это называется, когда в Макдональдсе, как оно, Макдрайв, вот. Нету Богдрайва, понимаете? Нету такого, где ты приехал, не выходя из машины. Это в Америке, я знаю, одна церковь, она придумала такую штуку во время карантина. Ну, может, это разумно было, не знаю. Ну, короче, они придумали, знаете, как подъезжать в церковь, становится на парковке, пастор там стоит вдалеке, короче, пастор проповедует, на определенную волну приемник настраивает, они сидят себе в машинах, слушают там. Короче, из динамика пастор проповедует в каждую машину. Ну, такой верх технологии. Не, ну, еще раз говорю, может технологически и там с точки зрения карантина, возможно, это было ничего. Ну, просто одна вещь, оно так не работает. Ну, представьте себе, так первую брачную ночь провести. И знаете, вот давайте входить в Его присутствие. Вот давайте будем входить в Его присутствие. Пусть это будет год Божьего присутствия. Давайте каждый из нас, мы сейчас помолимся, закроем глаза, и пусть Бог нам поможет в этом году действительно сделать это годом Его присутствие. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы сегодня приходим к Тебе, Бог, в этой молитве. Искренне, настоящей, Господь, чистой молитве, такой, каким и есть, Господь, мы сейчас приходим к Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся, Господь, в Твоем присутствии. Мы нуждаемся в Твоем присутствии, Господь, где бы мы ни были. Господь, я прошу Тебя сегодня, Бог, сколько бы лет я ни был с Тобой, я нуждаюсь, Господь, в том, чтобы учиться, продолжать учиться ходить, жить в Твоем присутствии. Научиться жить в Твоем присутствии в семье. Научиться жить в Твоем присутствии, Господь, в служении. Научиться жить в Твоем присутствии на работе. Везде научиться жить в Твоем присутствии. Господь, чтобы не было потом мучительно больно. Господь, когда я буду оглядываться назад, что какие-то моменты моей христианской жизни, Господь, я говорил о Тебе, но не знал Тебя. Я шел за Тобой, но не видел и не слышал никогда Тебя. Господь, научи каждого из нас двигаться за Тобою, познавать Тебя. Научи нас, Господь, в этом новом году, году Твоего присутствия, Господь, быть в Твоем присутствии. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.